Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Советский и американский писатель Игорь Ефимов умер в США на 84-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook публицист Евгений Беркович. Какой кошмар, умер Игорь Ефимов. Мы с ним были в контакте до последнего дня, написал Беркович. По его словам, Ефимов успел прислать ему рукопись своей последней книги, которую он пообещал выпустить. Но как же мне будет не хватать его искренней радости от каждой новой книги, его молодого задора и жажды новых побед. Работать до последнего дня даруется праведникам. Светлая память. Добавил публицист. Причину смерти Ефимова Беркович не назвал. Игорь Ефимов родился в Москве в 1937 году. Он уехал из СССР в 1978 году в США, где в 1981 году основал издательство «Эрмитаж». Ефимов – автор книг «Высоко на крыше», «Смотрите, кто пришел». «Таврический сад», «Плюс», «Минус» и «Тимоша», «Лаборантка», «Пурга» над карточным домиком», «Свергнуть всякое иго», «Без буржуев» и многих других. Под псевдонимом Андрей Московит он написал философские труды, практическая метафизика и метаполитика. С 1965 года был членом Союза писателей СССР. Окончил Ленинградский политехнический институт, литературный институт. Член Союза писателей, автор книг «Смотрите, кто пришел». «Лаборантка», «Свергнуть всякое иго», «Повести и рассказов для детей», «Радио» и «Телепьес». В Ленинграде 1960-х входил в литературную группу горожанин. Только после отъезда Ефимова из СССР в 1978 году стало известно, что философские труды, практическая метафизика и метаполитика, ходившие в самиздате и напечатанные на Западе под псевдонимом Андрей Московит, принадлежат его Перу. В эмиграции сначала работал в издательстве «Ордис», а затем основал издательство «Эрмитаж», которое выпускало стихи, романы, мемуары, эссе, не имевшие шанса быть напечатанными в Советской России. Здесь же выходят новые романы Ефимова, как «Одна плоть», «Архивы страшного суда», «Седьмая жена», «Историческое исследование об убийстве президента Кеннеди», «Сборники статей». После 1991 года почти все книги Ефимова были перепечатаны в России. Три его романа «Не мир, но меч, суд да дело» и «Новгородский толмач» были первоначально опубликованы в журнале «Звезда». Там же был напечатан его новый философский труд «Стыдная тайна неравенства». Отдельной книгой вышел в Москве в 2006. В 2005 году вышли воспоминания Ефимова «Нобелевский тунеядец» об Иосифе Бродском, а в 2006 – роман «Неверное». Пять книг Ефимова изданы в Америке в переводе на английский. Его книга об убийстве президента Кеннеди в 2006 году была переведена и опубликована во Франции. Ранее сообщалось о смерти российского писателя Игоря Яркевича. Об этом рассказал его друг, режиссер Виталий Манский. По словам Манского, о причинах смерти писателя, который жил очень уединенной жизнью, пока что говорить рано. По предварительным данным, он скончался ночью от остановки сердца во сне. К Яркевичу можно было в полном объеме применить словосочетание «неоцененный современниками», потому что он был абсолютно выдающимся явлением, но на него должно было работать общество, которое бы пестовало это явление, продюсировало бы его. У него самого не было времени на это. По большому счету, Яркевич стоит в одном ряду с Сорокиным и Пелевиным. А может быть, в каких-то проявлениях своей революционности и антиграундности превышает эти такие брендовые и состоявшиеся имена, рассказал режиссер. Автор таких произведений, как «Ум», «Секс», «Литература», «Мы женимся» на Лёле Соколовой и «Как я и как меня» в 2011 году стал лауреатом премии нонконформизма. Вместе с Виталием Манским-Яркевич работал над фильмом «Частные хроники. Монолог». В 1985 году окончил историко-архивный институт. Печатался с 1991 года. Вначале сотрудничал с прессой российского антиграунда. В 1994 году назван журналом «Огонек» лучшим писателем года. В 1996 году по рейтингу книжного обозрения назван худшим писателем года. Мнение критики колеблется по всему диапазону – от живого классика до самого страшного и скандального писателя в современной литературе. В эти дни, 23 июля на 1972 году, ушел из жизни еще один великий писатель, член Союза писателей России, поэт Александр Алексеевич Рябихин. Об этом сообщается на сайте регионального отделения Союза писателей России. Александр Алексеевич Рябихин родился 23 августа 1948 года в селе Нагорное Рязанской области. С семи лет приобщился к тяжелому сельскому труду, помогал колхозу на покосе убирать сено. Возил на бричке намолоченное зерно от комбайна к Риге и разгружал деревянной лопатой, которая была больше его роста. Очень рано увлекся поэзией, любовь к ней привил отец. В первом классе начал пробовать писать стихи. Александр Рябихин служил в советской армии. После увольнения из армии жил в городе воинской славы Великие Луки. Работал на ЗАО-ЗЭТО начальником караула, затем начальником электротранспортного участка. Печатался в альманахах и сборниках автомат и гитара, Великолугская земля, фестиваль поэзии, 97, литературные Великие Луки, нам свыше Родина дана, ничего душе не надо, кроме Родины и неба, в журнале Великолугский Вестник и многих других. В содружестве с композиторами писал песни. Стал автором текста гимна Великолугского района. Издал пять поэтических сборников. «Глухариные зори», «Вкус полыни», «Эхо нашей судьбы», «Когда падают звезды», «Напишу на снегу». От имени псковских писателей выражаем соболезнования родным и близким покойного. Пусть земля будет ему пухом. Вечная память. Написали в Союзе писателей. Прощание с Александром Рябихиным состоялся 26 июля в 11 часов ровно в Вознесенском соборе города Великие Луки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова